К сожалению в этом сезоне скин у нас тоже некрасивый, но награды в этом пропуске просто прекрасные, поэтому в этом сезоне я тоже разыгрываю золотой пропуск, будет 5 призовых мест и условия как всегда очень простые, просто быть подписанным на этот канал, поставить лайк, ну и конечно же репостнуть этот ролик к себе в ВК на страницу, итоги будут через 5 дней и самое важное оставьте обязательно ссылочку на свой ВК в комментариях под этим роликом. Всем здорова друзья, с вами Тима и это новое видео по игрушке Clash of Clans и как вы поняли сегодня я записываю на своем основном аккаунте и есть на то повод это целая куча ресурсов в моих хранилищах и также покупка золотого пропуска, вы знаете сегодня я немножко офигел, нет не от скина который там есть, потому что я вам говорил что на скины мне глубоко пофигу, хотя нет не пофигу, что ты такое просто, что это вообще, это капец просто. Я не буду комментировать, вы надеюсь поняли сами. Ребят, золотые пропуски теперь разыгрываются не только на моем ютуб канале, но и в приложении Кокчат 2 раза в сутки, обязательно скачивайте по ссылкам в описании, есть для iOS и есть для Android и также у меня есть своя группа, где мы сможем с вами пообщаться и конечно же я тут делаю анонсы стримов, все ссылочки будут в описании. Больше всего меня удивило то, что разработчики нам дали аж 2 книги героев, это круто, плюс еще руны, это годно, все как раз таки для меня, как вы знаете на стримасе я вкачал королеву, хранитель один раз апнул, ну и чемпионку недавно поставил. Короче, по героям у меня сейчас вот такая вот картина, королева 69, 65 кинг, 46 хранитель, ну и чемпионка 8 левел скоро будет, ну скоро как, прямо сейчас мне кажется, да? Да, прямо сейчас, в общем-то, по героям вы все поняли, надо кстати в лаборатории еще что-нибудь поставить сейчас, блин, что-то у меня планы как-то сбились, я про лабораторию забыл, короче, я сегодня хотел аж 3 книги потратить на героев. Ну ладно, начнем мы с вами, наверное, с того, что купим пропуск, потому что ресурсы много, много потратятся у нас, очень много, посмотрите стоимость королевы, а кто-то там, блин, не может на ТХ9, на 15 левел королеву поставить, а тут 290 тысяч за королеву, зато она у меня будет гореть пламенем, она будет у меня фуловая. Короче, меньше слов, больше дела, давайте покупать золотой пропуск. Ну все, за миллион тугриков я купил золотой пропуск, наконец-то я теперь тоже с пропуском на скин, как говорю, глубоко пофигу, у меня есть скин Короля Оленя с прошлого сезона, это тоже топовый скин, и его мне на данный момент будет достаточно. Итак, с пропуска мы заберем, давайте с вами, ускорение строительства, также книгу героев мы тоже собираем, стоп, у меня была же уже, блин, я забыл, я думал, что у меня сейчас будет 4 книги героев, оказывается, я же сливал уже, капец, у меня память, конечно, дрябая. Я еще что-то забыл собрать, ага, пожертвование за один кристалл, хотя оно у меня уже было, а, сейчас подождите, сейчас, наверное, акция идет, да, пожертвование, ну да, я и думаю, какого фига у меня было пожертвование за один кристалл, я когда задание выполнял. Так, сейчас, наверное, поубираем немножко мусор, так, что бы сделать, что бы сделать, наверное, да, для начала давайте вкачаем королевку на фулл уровень, это самое важное сегодня, потому что я долго этого ждал, реально, все книги почти тратились на королеву. Ну, на хранителя, конечно, я тоже тратил. Я в основном героев, кстати, качаю только за книжицы. Без книг вообще никак. Итого, в лаборатории у меня есть, кстати говоря, есть книга и молот. Молот на лабораторию. Давайте вкачаем все-таки для начала лабораторию. Такс. Что-то как-то дорого, все слушайте. Что здесь самое дешевое? 14, 14, 14. Все по 14 миллионов, офигеть. 16, 15. Блин, откуда такие суммы, вы что? Так, ну, осадную машину я точно не буду за книжицу, потому что это неблагодарное дело. Ну, давайте, ладно уж, как я хотел, сделаем. Блин, хотя не, не получится, как я хотел. Ну, давайте, ладно, сделаем. Знаете как, я все-таки играю с шахтерами, поэтому хочется прокачать шахтеров. Я думал, шариков поставлю, но нет, придется мне сейчас вкачать шахтеров и электриков. Будем обходиться пока без шариков. Электриков вкачиваем. А вот теперь обидно. Мне не хватит ресурсов на прокачку хранителя, скорее всего. Ну, ладно, мы поставим сейчас тогда новую осадную машину, которую пускай тоже апается. Как раз апается недолго, я успею накопить какие-нибудь книжицы с ЛВК, там, допустим, будет у меня молод, так что нормасище. Окей, давайте купим еще одну книжицу. Эм, подожди. Книга героев. Вот это же акция была, да, вроде бы? Ну да, вот, я вот эту акцию тоже хотел прикупить. Сейчас мы ее с вами прикупим. Эм, надеюсь, сейчас купится она, да? Все, отлично, платеж выполнен. Я еще вчера хотел купить, но вчера не было времени это сделать. Сегодня я это осуществил. И, конечно же, хотел вкачать хранителя, но так как цены сейчас поднялись, я просто этого сделать не смогу. Мне не хватает ресурсов. И да, кстати, у меня вроде бы есть молот... Есть молот строительства. Эм, почему бы нам не поставить за 16 миллионов орла? Просто мои глаза, мои глаза, просто. Я не понимаю эту игру. Как, как просто можно было придумать такие расценки на вот это вот все дело? Это жестко. Так, ладно. Прокачиваем с вами королевку. Сум, 260 тысяч. Кстати, видели, я выполнил задание, ускорение на 10%. И сумма тоже снизилась. В итоге 30к мы с вами сэкономили. Ну и апается она 7 дней с пропуском. Это офигеть. Значит, без пропуска 8 получается или 7 часов? Ой, 7 дней и 12 часов. Короче, ладно, считать не буду. Математика у меня на уровне, сами понимаете. Ну, все. То, что я сегодня хотел сделать, практически я сделал. Я, конечно, рассчитывал еще на ап хранителя. Но, вот я не знаю. Наверное, у меня это не получится сделать. У меня есть руна, конечно. Ну, ладно. Сейчас я подумаю и включу запись. Блин, я не посмотрел на следующее задание. Оказывается, я мог сходить в одну атаку, взять 20 очков. И мне бы прилетела книга сражений. Но, теперь уже думать о другом бредово как-то. Так, как я поставил уже осадную машину. Но, спешить некуда. Потому что сейчас цены заоблачные. Я по максимуму воспользуюсь пропуском уже потом. Когда у меня будет 20% скидка. Нет, 20% бонус, скажем так. Зато я вкачал еще орла. На прокачку, что следующим я буду ставить, не знаю пока что. Но, в планах у меня все-таки докопить эликсир. И прокачать хранитель на 47 левел. А уже потом ставить на прокачку что-нибудь за золото. Возможно, даже я буду прокачивать забор. Потому что золото мне на данный момент девать некуда. Ну, а сейчас мы с вами пойдем в атаку. Так как прокачивать на данный момент мне просто нечего. Будем использовать с вами топовых шахтеров. И сегодня, кстати, будем играть еще на стримчанском. Потому что топовые шахтеры очень сильно отличаются. Как приятно все-таки смотреть на фуловую королеву. Я думаю, что в этом месяце у меня уже будет фулл хранитель и фулл кинг. А вот чемпионка, ну, где-то десятая. Потому что я за нее возьмусь потом. Хоть и этот герой мне очень понравился. Это реально имба. На стримасе я прям по-полному оценил чемпионку седьмого уровня. Ну, теперь восьмая. Разница, конечно, сильно незаметна. Вот между десятым и двадцатым левлом, да, там будет видно. И да, кстати, играя на другом аккаунте, я заметил огромную разницу между шестыми и седьмыми шахтерами. Возможно, кому-то пофигу. Но я лично обратил внимание на это сразу же. Разница, как для меня, ну, велика, как по мне. Возможно, так и есть. Либо просто, мне кажется. Тут я, скорее всего, хилы юзать не буду. Это просто бессмысленно. А вот яд я буду юзать. Там было задание с ядом, я не знаю. Там нужно использовать яд или давать яд с окланом. Скорее всего, использовать. Сейчас посмотрим. Если использовать, то как раз таки я буду еще этими атаками проходить задания в пропуске. Короче, прожимаем все, что у нас есть. Не будем ждать времени. И забираем все ресурсы. Шахтеров, блин, по-моему, скидка на шахтеров уже кончилась. И шахтеры опять будут дорогие. А классно, как было-то. Я за 40к фармил чуть ли не по миллиону. Но теперь, к сожалению, опять микс будет дорогой. Такая быстрая атака у нас еще 2 минуты практически. Давайте досадим лучницу одну. ХК юзать, конечно же, не буду. Это бессмысленно. И это очень, очень быстрая атака. Я смотрю на свои ресурсы. Мне кажется, что сделая пару атак, я накоплю на хранителя. Нашел вот такого челика. Я посмотрел, кстати, сейчас сколько стоит микс с седьмыми шахтерами. Около 300 тысяч, если юзать без банок. Если с банками, то примерно 400 тысяч. Ну, в целом, я тут буду юзать банки. Этого будет достаточно мне. Но зато я забираю еще и дарк и золото. Оно мне тоже нужно, поэтому атакуем даже не думаем. Ну и тем более, орел тут на прокачке стоит. Это тоже для нас профит. По центру закидываем чемпионку. Тут закидываем королеву. И КК у меня, конечно же, пустое. Я в прошлом раунде хотел скинуть КК, но у меня, кажется, было пустое. Ну и, в принципе, как и сейчас. Но, как бы, тут не важно, мне кажется. Блин, как же швырятели тут нагибают. Это просто капец. Прожимается у нас уже чемпионка. Хранителя я, наверное, сейчас уже прожму. Ай, блин, обидно. Видите, да, что происходит? То, что хранитель у нас вообще в другой степи находится. И прожатие его ничего не дало. Шахтеры, которые были вверху, они, конечно, немножко пострадали от ратуше. Блин, благо, что я королеву скинул с этой части. И мы завалим благодаря королеве сейчас КК. Классно. Но шарика вот я уже не знаю. Шарика мы заберем или не заберем? Да, вроде бы забираем. Хил. Нужен нам еще хил или не нужен? Ну, давайте накинем все-таки подстраховочку небольшую. Просто я смотрю, что-то шахтеры у нас загибаются как-то быстро. Так, вот сюда закидываем лучницу. Эй! Закинул лучницу. Подхилим давайте лучницу. Вообще классно. Все понятно, короче, со мной. Рак как бы у меня в крови. Ну, блин, звучит, короче, глупо. Короче, я рак. Да, натуральный. Ладно, прожимаем королеву. Я думаю, тут уже нет смысла смотреть, гадать. Тут будет три звезды. И, блин, при этом прокачка слабенькая. Но зато это три звезды. Тупо шахтерами, без заморочек. И забрал, конечно же, все ресурсы. Тем временем у меня уже скоро будет фул хранки золота. Ну, я, наверное, сегодня еще дофармлю элика. Все-таки, как говорю, прокачаю хранителя на 47-й левел. И уже потом смело поставлю строителя на что-нибудь долгое. Зато орел фуловый. Вот самое главное то, что у меня орел уже фуловый. Теперь бы мне еще швырятелей зафулить. И будет вообще офигительно. Кстати, прикатывает еще и бонус. Стоп. Стоп. А мне хватает же, прикиньте. А мне хватает, чтобы я сейчас апнул хранителя. Бац. Апаем хранителя. И теперь ставим что-нибудь на прокачку. Блин, а я что-то даже и не подумал, что я в этом ролике прям смогу нафармить на хранителя. И сегодняшние у нас итоги. 70-я королева, 47-й хранитель, апнутый орел. Ну, в общем, все круто. Просто офигенно. И в лаборатории немножко подапал. Вообще классно. Все волшебные предметы, что были. Можешь сказать, потратил. Так, а я как понял, у меня остается только одна неапнутая бомбочка. Красненькие я все апнул. И потом останутся только черные. И считай ловушки, я все уже проапал. Классно. Тогда сейчас мы делаем с вами... Знаете что? Мы, наверное, тратим все ресы на прокачку забора. Да, он, конечно, дорогой сейчас. Но, к сожалению, ресурсы мне девать больше некуда. Вот так вот я сделаю. Все. Всего две заборики вкачал. Офигенно просто. Просто никому не пожелаю такой судьбы. Вкачать за чуть ли не 15 миллионов всего две заборинки. Да уж. Так, ладно. Ставим на прокачку последнюю бомбочку. И теперь-то я этим выпуском полностью доволен. Реально. Очень многое проделал за сегодняшний ролик. Переставляем с вами хранилище. Точнее сборщик. И будем с вами прощаться. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Надеюсь, что запишу на этом аккаунте еще через неделю ролик, когда будем апать в лаборатории что-то новое после ЛВК. Всем удачи, друзья. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok